Что надо делать-то? Что-то все в рулетке едят и пьют, как будто бы готовятся садом покидать. Ну да. Так, мы пришли сюда с определенной целью показать вам, что нам Господь готовит. Для нас даровано спасение во Христе Иисусе. Иисус Христос распятый и умер. Но люди избирают другой ложный путь. Путь греха, неправды, блуда и всего, что укорачивает их жизнь. И поэтому мы людям хотим сказать, пока есть такая возможность, ищите примирение с Богом через Христа Иисуса. Другого пути нет. Притом Господь это не через года делает другим, а там сколько ты, минут пять молишься, и Он уже тебя слышит. Ну да, возможно, даже есть такое. Если у вас есть вопросы, то можете задать о душе, о вечности, о том, как жить свято, что ждет нас, какое будущее страны и мира. Да-то что ждет-то? Что ждет-то нас? А ждет нас то, что Господь сказал. «Верующий в Сына Божий Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Послание, как сказать, Евангелие от Марка, 16 глава, Христос говорит так. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». То есть в огне вечном сатаной мучится, а праведники в Царстве Небесном. Других путей нет, два места только. Избери, жизнь или смерть. Господь говорит, я предложил тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, зачем тебе умирать. Так, если вопросов нет, мы можем оставить свой адрес вам, если желаете встретиться. У нас большие ресурсы. Вы два слова только хорошо запишите себе, Игнатий Лапкин, это я. И вы можете зайти мне в скайпе сразу. Я один с этой фамилией. А кроме того, у нас большой ютуб-канал. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Мы строим деревню православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Игнатий Лапкин, запишите себе. Это ключ к нашим ресурсам. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да, а если добавите канал, ютуб, «Во свете Библии», вы сразу откроете наш канал «Во свете Библии». Нашему каналу нет равных в интернете. Там 18400 роликов наших. Ну да. А сейчас что, стрим идет у вас? Как? Трансляция идет у вас? Да, да. У нас всегда все записывается, показываем. Мы в воскресенье целой группой выходим. Ну, потом где-то, когда-то не сразу, конечно. Не сразу. Мы онлайн не ведем передачу. Мы смотрим сначала, стоит или не стоит. Если человек одетый, нормально рассуждает, ищет Бога. Почему не порадоваться, что Господь еще одну душу нашел? Вас как звать? Артем. Артем. Что ты меня-то... По-моему, Артем это что-то там, как солнечный. Артемий? Артемий, да. Ну, откуда-то. Сейчас я гляну еще раз, чтобы не ошибиться. Артемий. Правильно, здоровый. Здоровый. Здоровый и невредимый. Здоровый. Греческое слово здоровый. Ну и будь здоровый. Не кури. Иначе не доживешь до срока своего 12 лет. Зачем тебе это? Ну так, Артемий. Если вопросов нет, мы уходим тогда. Я не живу 12 лет. А? Не доживу 12 лет. Вот этот, вот этот, вот этот, вот сюда. Так, ну в общем так. Если у вас будет желание, вы нас найдете. Я вам дал адрес. С Богом пока. Отхожу. Мы пришли в это темное место разврата. Провоздисти волю Божию. Чтобы люди знали, что их ожидает за все это. И если выход из этого, мы должны сказать им, что за всех нас умер Иисус Христос на кресте. И воскрес для нашего оправдания. И верующие в Него имеют жизнь вечную. Они верующие не увеют в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. У вас есть дома Евангелие или Библия? Нету. Что-то застрял, рот закрыть не может. Я в церковь не езжу. Что-то плохо у вас тянет. Интернет плохо у вас, слабо тянет. Я говорю это. Я просто в церковь не ездил. А почему в церковь-то не ходите? Угоди мне некогда. Время нету, да? Да. Потому что все остальное-то пройдет, а душа неспасенная будет. Ну да, драгоценное время потратил, променял вечность. Потому что мучение будет вечное для грешника в аду, в агении огненной. А для праведника жизнь вечная в раю. А вы Бог, да? Вы совсем это? Нисколько. Вы давно последний раз? Когда выпивали-то? Я не пью. Не пьете, курите. Нет. Ну как нет? А такие слова говорите. Безрассудные. Ображаю это, даже. Ну, хотел бы это сказать. То есть не можете разговаривать на духовную тему, о душе своей что-то побеспокоиться, что-то спросить, узнать, пойти помолиться. У вас этого тяги такой нету. Желание спасти свою душу. Можно, да? Мы пришли с великой вестью, что за наши грехи Христос умер и воскрес, чтобы мы жили с Ним, не с сатаной. По-то этим определяется наша будущность, где мы будем после смерти, в аду или в раю. Иисус Христос говорит, верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную, а неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И послание апостол Павел об этом неоднократно пишет, евангелисты говорят об этом. Как можно в это не верить? Без Бога жизни-то нет. Одна срамота. Гульбище пьяных, выживших из ума людей. Бесноватых. Слова переправлены матерками, скверной всякой. Блудят открыто, что здесь делается. Это не просто рулетка, а проигранная жизнь. У вас дома такая книга есть? Библии нету, простите, конечно, но нет. А как же так? Что Библии нету, остальное что? Ну просто сами понимаете, денег нету. Да нет, вы все потратили на дым. Небось на дым, душу свою погубить, деньги есть, а спасти душу денег нет. Ну что, разумно разве это? Сидите, и как-то лжи были бы выглядеть-то. Так прожили на женщин, похожие подкаблучники. Разве хорошо это? В доме две мамы? Но, считай, Слово Божие, оно научит тебя. Небольшое дело, чтобы поговорить-то, на мордик этот уберите от себя, и мы поговорим. Мы покажем вам великое недосягаемое. Это что же вы мне покажете? Ну вот, кому показывать-то? Уберите этот намордик с лица. А можете сначала начать, если меня заинтересует, то я сниму, и мы продолжим наше общение. Я, вы ругаться начинаете? Нет. Вот, если пожелаете, я вам огромные ресурсы оставлю. У нас есть YouTube канал. Уберите так из себя эту, недоросль. А что вы, что вы снимаете? Опять же, ну, как разговаривают-то, я не вижу перед собой щучело огородное какое-то. Убери это все. Молодой такой, еще от алиментов прячешься, или еще? Так, это да. Ну да. А что вы можете рассказать мне? Я, как могу рассказывать-то вам? О спасении души. У человека вечная душа бессмертная. И где она будет после смерти? Я вам отвечу на все ваши вопросы. Чтобы вам это ответить, мне пришлось полвека трудиться над этим, знать все. А вы только снять с себя эту глупость не можете. Вообразили, что-то мудрое сделали. Вы нарушаете условия, которые в чат рулетки, чтобы лицо не закрывали, и были посредине. Вы на все плевали, потому что глупость несусветная. Естественно. Значит, вы не желаете ничего узнать больше, да? Естественно. Что ты дергаешься? Слушай внимательно-то. А затем, чтобы вам возвестить волю Божию, что ждет за такие дела, которые делаются? Слава Иисусу Христу! Вы знаете, что есть Бог и есть у человека душа? Погромче сделайте, чтобы у вас поближе микрофон был. Мы это все узнаем из этой вечной книги, которая Богом дана людям. Чтобы никто не оказался в аду, в огне после смерти. Потому что там конца мучения не будет. А за наши грехи, мы все грешники, умер Иисус Христос. Его прибили на кресте. Вот так руки у него распятые были. Дети все с ума сошли. Кроме блуда ничего нету. То голую задницу, то титьки показывают. Мужики занимаются. Из рук не выпускают письку. Куда же это годится? А вот Бог нам говорит, что за все это придется отвечать. На суде Божьем. Ни один блудник, ни один сквернослов в царство Божье не войдет. А другое место это Евгений Огненный с сатаной мучится. Вот для этого мы пришли сюда, чтобы рассказать людям, для чего человек рождается на землю. Если человек не верит в Бога, он никто. Никто. Он не для родителей, не для жены. Он не понимает даже, что ждет человека за гробом. Какая дальше жизнь будет. И вот здесь все время в этой рулетке пьют и едят, блудят и едят. Водой этой пытаются гиенский огонь загасить. Это не удастся. Надо помнить, что Иисус Христос умер за нас. Взял грехи на себя, чтобы нас спасти. Он не умер не за свои грехи, а за наши. Человек не делами спасается, не баранами, а благодатью Божией. Я показываю вам, что другого для человека не дано. Единый вечный Бог. Вы знаете, значит, Бог не покинул людей своих, а дает благую весть, что Он умер за наши грехи и воскрес в третий день по Писаниям. Вот вчерашний день назывался воскресенье. От общей с Христа, что Он воскрес. Идет 2019 год. От Рождества Христова. Мы буквально плывем в этом. И вот где человек будет после смерти? В аду или в раю? Посередке нету серенькой мглы. Есть макромешный и светлощезарный. Есть жизнь и смерть. Есть благословение и проклятие. И вот если мы желаем больше узнать, Господь делает так, чтобы люди не умерли в неведении. Он посылает своих служителей, чтобы возвестили самую радостную весть на земле, что спасение человек может получить даром, какой бы ты ни был. Склонись перед Богом, попроси прощения во имя Иисуса Христа и его жертвы. И Бог говорит, я дам, иго мое благо и бремя мое легкое. Придите, научитесь от меня. Вот почему евангелист Марк пишет, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евангелист Иоанн говорит так, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Неверующий в Сына Божия не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это нам Бог открывает. Великие тайны. Никакая религия человека не спасает. Спасает Христос. Христос, который умер за грехи людей. Второе лицо Троицы. Бога человек. А как вы относитесь к церкви? А я в церкви нахожусь. Зачем мне относиться? А вы живете в церкви? Ну а как же? Мы же не сектанты, не еретики. Мы совершаем крестное знамение. И что мы православные, мы показываем, что бороды не трогаем, ни усы не бреем. Как Бог сотворил. Великая картина, подобие Божие. И вот если у вас есть желание поближе быть, я могу дать вам ключ от наших огромных ресурсов. Вот у меня Ютубе канал. Спасибо. Пока. Пока. Пока.